Здравствуйте! Это новости на ННТ, студии Махач Курбанов с последними событиями этого дня. Коротко о главном. Обсуждают и осуждают. Муфтя Дагестана выступил с обращением по случившемуся инциденту с дагестанцами в московском метро. Сюжет об этом через минуту. Вторая жизнь старинным изделием. Столяр из горного аула УСИШа рассказал о своей коллекции и любимом увлечении. В его доме-музее побывала наша съемочная группа. Традиционный торжественный прием прямо в аэропорту. Из норвежского Осло на родину возвратились дагестанские борцевольники. Подробности у наших спортивных корреспондентов в завершении выпуска. В соцсетях бурно обсуждают и осуждаются о моральные действия дагестанцев, которые устроили драку в московском метро. Они избили местного жителя, который попытался заступиться за девушку. Правонарушителей задержали. Муфти от Дагестана выступил с обращением по случившемуся инциденту. Подробности в сюжете. Удары руками и ногами жителя Москвы Романа Ковалева жестоко избили дагестанцы. Нападавших было трое. Послам очевидцев молодые парни зашли в метро и начали там буйствовать, приставать к девушкам. Единственный человек, который попытался остановить их, подвергся нападению. На электрозаводской вагон валились с криками в нетрезвом виде. Вот три молодых человека. Они вели себя очень агрессивно и стали приставать к пассажирам. То есть, изгонять женщин с места, что кто тут друг к другу обращает, что ты хочешь посидеть. Давай там изгонять девчонок с места. Ну, ко всем девчонкам приставать. Вот так прям в глаза им. Ну, короче, лезть. Вот. После инцидента молодые ребята из Дагестана попытались скрыться. Но полиция очень скоро с помощью камер видеонаблюдения задержала преступников. Им оказались Магома, Алихан Магомедов, Ибрагим Усаллаев и Гасан Залибеков. А ранее судимы. Драчины сознались с Садеяном. Вину свою признаешь? Вину признаюсь. Садеяном раскаиваешься? Раскаиваюсь. Что были задержаны? За драку. Вы какое участие принимали в драку? Не подпускал людей, ради их безопасности, чтобы они тоже не пострадали. Вы какого участия принимали в драку? Пытался раздать. Раскаиваюсь садея? Да. Избитый Роман с различными травмами доставлен в больницу. У него разбит нос, поврежден глаз. В соцсетях ему выражают поддержку, в том числе дагестанцы. Но в театре республики строго осудил аморальное поведение своих соотечественников. Дагестан всегда воспитывал своих сыновей людьми, которые защищают женщин, защищают слабых, не проявляют форму насилия по отношению к слабому человеку. И здесь вместо того, чтобы защитить, вместо того, чтобы поблагодарить человека, который заступился за девушку, они показали себя людьми, которые несут в себе агрессию и насилие. Такое самоуправство, такой поступок, он не соответствует никакому кодексу морали, чести, не только дагестанца, кавказца. В целом. В настоящее время нападавших заключили под стражу сроком на два месяца до вынесения окончательного приговора. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство и применение насилия против представителей власти». Уже на протяжении не одного десятка лет муфтиат проводит самый большой упор, акцент на воспитании нравственной части нашей молодежи. Это заложено и в проповедях наших имамов, и на встречах, определенных лекциях со студентами. И очень неприятно слышать, когда такую большую работу проводит муфтиат, и некоторые люди делают подобные аморальные поступки, которые оставляют опечаток на всю республику. Хамз Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Додгасанов. Специально для телеканала ННТ. Тем временем другой наш земляк показал свои лучшие качества – доброту и милосердие. Молодой человек спас стунущего в бассейне котенка. По словам очевидцев, кошка выронила котенка из своей пасти. Тот съехал по мокрому асфальту кремникум в бассейн с утками и форелью. Спас котенка пальцем, который успел снять лишь обувь и в одежде прыгнул за ним в холодную воду. Бегет, давай. В рамках партнерских отношений между Махачкалой и одним из городов Черногории особенно перспективными станут контакты в сфере туризма, образования, культуры, спорта и бизнеса. В завершении встречи Милорат Шчепанович пригласил делегацию Махачкалы посетить их страну с ответным визитом. Дать вторую жизнь старинным изделиям. В Акушинском районе в селе Усиша живет колоритный мастер-самоучка. Его увлечение создавать новые арт-объекты из старинных предметов быта. Столяр из горного аула рассказал нашей съемочной группе о своей коллекции и любимом увлечении. Магомед Шарип Курбанов превратил родной дом в мини-музей. Его саклю можно узнать издалека. Здесь все дышит стариной. Долгое время он работал в Волгоградской области, откуда привез осколки снарядов времен Великой Отечественной войны. Односельчане знают о его увлечениях и приносят старинные вещи на продажу либо в подарок. Мастер может рассказать о каждом предмете из коллекции. «Эта вещь для меня очень ценна. Оно привезено из Чоха моим односельчанином. Аварский старик обменял его на кусок мяса. По легенде, из этого блюда ел имам Шамиль. Есть еще и палас, который подарила мне соседка. Ему почти 300 лет. А его хозяйка только недавно умерла. Ей было 104 года. Она рассказывала, что его соткала ее бабушка». Магомед Шарип не учился ни дизайну, ни столярному делу. Идеи рождаются у него в голове, и в итоге из предметов быта и орудий труда получаются настоящие музейные экспонаты. Мастер считает, что в них заложена своя история и ценность. Лучше не выбросить, а преобразить старую вещь. «Я с детства этим увлекался. Все началось с молотильных катков. Я их коллекционировал, а потом заметил, что люди относятся к этому как к ненужному старю и мусору. Ломают или сжигают старинные вещи. Хочется оставить все потомкам, ведь это наша история. И из этого можно создать что-то необычное, чем можно пользоваться и сейчас». В дагестанце уходит около 10 дней на создание необычных стульев. А стоимость изделия можно сравнить со стоимостью одного барашка. Но свои работы Магомед Шарип или дарит, или хранит для будущей выставки. «Этот стул я сделал своими руками из сундука. Весит он около 15 килограмм. А самому материалу, из которого я изготавливал стул, минимум 200-300 лет. Все остается в перо с данным видео. Узоры я не прорисовываю. Они изначально были на сундуке». Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Акушинский район. В Республиканской детской библиотеке отметили юбилей народного поэта Дагестана, переводчика и драматурга Нураддина Юсупова. Ему в этом году исполнилось бы 90 лет со дня рождения. «Все творчество Нураддина Абакаровича Юсупова наполнено поистине таким глобальным ощущением, по-детски глобальным ощущением добра и света. И в его произведениях нет насилия, нет места раздорам, нет места войнам. Есть только мир. И именно такой мир нам бы хотелось оставить своим детям. И я бы хотела сказать, что мы очень гордимся то, что мы являемся носителями имени Нураддина Абакаровича Юсупова, присвоенного библиотеке 18 марта 2004 года. И надеемся, что мы являемся продолжателями его дела, воспитателями детского населения». На мероприятие присутствовали родственники, поэта, коллеги, друзья и почитатели творчества. Нураддин Юсупов родился в селе Кулушац Лакского района. Его книги переведены на языки разных народов мира. По сценариям Юсупова сняты пять фильмов. Кроме того, сам Нураддин Юсупов перевел на лакский язык произведения Лермонтова, Короленко, Чехова, Павленко, Пушкина, Есенина, Батырая и других. Три золота и одно серебро. С таким багажом из норвежского осла на родину возвращаются дагестанские борцы-вольники. В составе сборной России награды высшей пробы завоевали Абазгаджи Магомедов, Загир Шахиев и Абдул-Рашид Садулаев. Дома по традиции чемпионов ждал торжественный прием. Курбан Рагимов продолжит тему. Новоявленные чемпионы мира делают первые шаги по родной земле. При встрече по традиции, поздравления и теплые объятия. Чествование в аэропорту уже стало для спортсменов доброй традицией. Ты молодцы. Показал, что значит российская поздравления. Чемпионаты России, Европы и мира. В этом году Абазгаджи Магомедов выиграл все крупные турниры. На планетарное первенство в Осло настрой был особенный. В финале Хасавиртовец одолел яркого американца Дейтона Фикса. Я вышел 6 минут там выложиться. И вот получилось. Ну, я был в себе уверен, что я его выиграю. Такого описания не было, что я могу проиграть. Даже головы не было. Просто был уверен. Так, в интернете читал, многие думали, что он мне тоже здесь надо сделать. Но я извиняюсь, что я их разочаровал. На выходе чемпионов ждали около сотни преданных болельщиков. Это родные, тренеры и друзья. С плакатами дети из спортшкол Хасавирта. Для них спортсмены – живой пример. В адрес борцов звучали теплые слова и пожелания дальнейших успехов. Буквально недавно, месяца два назад, нас обрадовали наши борцы на Олимпийских играх. И они не дают о себе забывать. Для нашего молодого будущего поколения, если у кого-то, например, мы тоже были такими же, они тоже были такими же. Поэтому старайтесь, трудитесь, работайте над собой, знайте чемпионов. Успехов, удачи! Домой не прилетел только Абдул-Рашид Садулаев. Скромно в стороне стоит Магомед Курбанов. Серебро не та медаль, за которую он летел в Норвегию. А вот Загир Шахиев проводит свой пока лучший сезон в карьере, но уверен, что большие победы еще ждут его впереди. Это цель, да, которую мы с самого детства стремимся. И Абдул-Рашид Садула получилось. Я буду выиграть и чемпионат, и выбрать чемпионат мира. И, в принципе, этот год уже закончился. И уже сезон тоже начался новый, можно сказать, короткий цикл, да, вот на Париж. Будем дальше тренироваться и готовиться. Победой на чемпионате мира борцы поставили жирную точку в выходящем сезоне. Но олимпийский цикл только начинается. Поэтому почивать на лаврах никто не намерен. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, Шамиль Курбанов, телеканал ННТ, Махачкала. К этому часу все. Оставайтесь с ННТ. Смотрите нас на сайте nnttv.ru. Всего доброго. До встречи.